Мы узнаем, за сколько он ее выкупил и сколько зарабатывал. Там, алло, в общем, я тебе накидываю 40%, все, давай, типа, ну, заряжайся. На момент выкупа сколько у тебя было, братишка, пробега на ней? Обслуживание автомобиля за 265 тысяч. Или подорожало масло, я начал менять каждые 15 тысяч, где-то, может, раз 5 я поменял, каждые 15-18, бывало 20 тысяч. В апреле 213 тысяч, в март 203 тысячи рублей. Ну, ничего не получало, она на месте расплатилась. Сколько дала? Да, 150 тысяч. 150 тысяч за вот эту мяку. Ты посоветуешь не влаживать большие деньги? Не влаживать вообще деньги. Просто, пацаны, ставьте цели и достигайте их. Ребята, я вас всех приветствую. Наконец-то приехал я в Ростов, встретил я Артура. Расскажу краткую информацию о нем. Братец выкупил Шкоду Рапид. До этого я снимал видеоролик про Джаги, вы там меня захейтили, сказали, не меня, а вот этого человека, который взял. Китайца, типа, он не выкупит, у него не получится. Так вот, я нашел человека, который взял не китайца, нормальную тачку и выкупил ее. И сейчас мы у него порасспрашаем, да, братец? Так, ну, здорово, поближе. Да, да, приветствую. Мы, получается, заехали, взяли кофе, все, как обычно, в попыхах, как обычно, все. Давай за прошедшие праздники, будь добрым. Ты отмечал, да, братец? Долго отмечал, просто он выкупил ее где-то недели две назад, получается, правильно? Да, ну, как долго, один день. Один день, ну, хорошенечко, да? Ну, не сказать, чтобы, ну, хорошо, как нам нравится, ну, не сказать, чтобы, как мы не любим, да? Представил я вроде тебя, давай начнем сначала. Сколько лет ты работаешь, братец, в такси? Ну, точный месяц я не скажу, число я не скажу, давай так, где-то в районе пяти лет. В районе пяти лет? В районе пяти лет. Как тебе, ты сразу у тебя пришло в голову взять ее? Нет, нет, это все пришло, так скажем, от малой ступенечки, ну, и уже пришел, как бы, до максималки, наверное, ну, выкупить тачку в такси, это, наверное, максимально, что ты можешь сделать. Ну, если не брать в счет открытия свой парк, стать блогером, короче, и все-все вот эти вот уже нюансы, которые связаны с блогерством. Ну, а почему ты не рассматриваешь, допустим, рост по карьерной лестнице внутри Яндекса, я имею в виду, там, рост в тарифах, допустим? Ну, почему же не рассматриваю? Рассматриваю, но в данный момент я не вижу смысла этого делать. То есть, я не скажу, что я зарабатываю меньше, чем на бизнесе, либо на Каплюсе. Я работаю хорошо, работаю уже более-менее я с головой. Почему? Потому что за пять лет я успел уже так или иначе выучить город, вот, выучить работу с приложением. Вот немаловажно, что я хочу подметить здесь, вот, в этой работе. Это знание города, это само собой, это очень важно, тем более сейчас с тем, как работает GPS-навигация, это, ну, очень важно. Значит, и работа с приложением. Значит, вот я хочу остановиться на вот этих двух моментах, если позволишь, конечно. Да, конечно, ребятушки, и вы не переключайтесь, потому что мы покажем его заработки в реальном времени, сколько он заработал, сколько можно заработать. Это все будет показано сегодня, ну, прям в прямом... В вечернем, в вечернем выпуске новостей. В дневном выпуске новостей. Мы узнаем, за сколько он ее выкупил и сколько зарабатывал. Вам немножечко нужно подождать. И сразу поставить лайкосик нам, приехали, вот, стараемся, стоим для вас, записываем. Стараемся, раз-раз. На чем ты хотел остановиться? Продолжаем. Не сбиваемся с мысли, значит, работа с приложением и знание непосредственно города, да. Ну, да, это как я, значит, делал, лично я. Я не говорю, что делайте все так, там, делайте как я, то есть, нет. Все работают так, как они работают, как им нравится, как они умеют. Значит, как делал я? Пришло время, наверное, давайте, с самого-самого начала. Приехал я в Ростов. Можно я тебя корректирую, братишка? Скажи, пожалуйста, вот прям, мне не терпится, я стою-стою. Мы продолжим, продолжим твою мысль. Ну, я тебе, извиняюсь, перебью, за сколько времени ты выкупил вот эту потрясающую машинку? Прям сразу. Ровно три года. От звонка до звонка. И брал ты ее на три года, получается? И брал ее ровно на три года. Ровно на три года. Сколько у тебя был платеж? Смотри, значит, изначально у меня был платеж 1800, вот, потом немножко машины поднялись в цене, всем подняли платеж. Потому что человек, да, который мне дал под выкуп автомобиль, он предложил нам увеличить платеж, тем самым быстрее выкупить, как бы, автомобиль. Ну, естественно, я согласился, почему бы и нет. Заработки, ну, естественно, немного выросли с небольшой инфляцией в стране. Ну, так назовем ее инфляцией, хотя я, ну, у меня немножко другое видение на эту инфляцию. Ладно, не суть. И вот, 1800, 2200, когда цена поднялась от 1800 до 2200, и я ему предложил, что я буду платить по 2500, округлить сумму, скажем так, и, тем не менее, там, на месяцок, на полтора месяца я как-нибудь быстрее выкуплю данный автомобиль. Так все-таки ты выкупил ее от звонка до звонка или раньше чуть-чуть? От звонка до звонка немножко раньше. От звонка? У нас камера стоит, сейчас, секундочку, проеду, тут нет. Встали, как всегда, вот, красивое место, хочется выбрать всегда на всемое красивое место. Давай, дальше продолжим. Выкупил ты ее, получается, срок-срок из-за того, что у тебя повышал он стоимость, правильно? Да, да, было повышение стоимости на 40%. Ну, кто связан с выкупом, те знают, что основная масса парков на выкуп автомобиля, когда в стране произошли события, повысилась стоимость выкупа на остаток 40%. Ребятушки, всех приглашаем к сотрудничеству, подключайтесь в наш таксопарк, у нас всего лишь 1% самозанятых. Сможете посещать вот такие места, как мы, Севастополь, Крым, Ялта, Сочи, проедете весь Краснодарский край. Сейчас у нас сезон открывается, и потом люди будут ездить в Сочи, в Крым, обратно, будут заказов много, будете посещать такие же красивые места. Если нужно разрешение по Краснодарскому краю, также мы, ребята, можем помочь и по Ростовской области. Обращайтесь, не стесняйтесь, всегда будем на связи для вас. На тот момент я ее брал, сумма выкупа стоила 1 550 000, выплатил я уже на тот момент 550 000, оставался у меня ровно 1 000 000, с копеечками, с маленьким хвостиком, что-то 30-40 000. И на эту стоимость мне предложили накинуть 40%, с теми условиями, что ты берешь себе отпуска, надо на ремонт, не ремонт, за тачку можешь платить, не платить, тебе надо, мы тебе идем везде навстречу и даем гарантию выкупа данного автомобиля. То есть, братан, на самом деле, я бы охерел, я бы не охереться, на 40% это с миллиона, еще на 400 тысяч, и по тебя прикурят. Первое впечатление, какое у тебя было? Первое впечатление, ну я думаю, у кого есть чувства те или иные, да, человеческие, они догадывают, какие могут быть впечатления. Но, я принял такое решение, что 400 тысяч это плюс-минус полгода. И я не стал рисковать, ругаясь, либо спорить о чем-то. То есть, условия выкупа, сам понимаешь, это не кредит, это выкуп, то есть, все вот эти договоренности, они имеют, как факт, сомнительный характер. Да, не стал я рисковать, не стал я... А не было ощущения, что ты сейчас еще чуть-чуть, чуть-чуть проплатишь, и потом тебе скажут, блядь, еще надо? Да, да, были такие мысли, но человеку, которого я выкупал, я скажу, что как человек, он в принципе, ну хороший человек. То есть, даже то, что он накинул 40%, он, ну эти 40% накинул не так, что там, алло, в общем, я тебе накидываю 40%, все, давай, типа, ну заряжайся. Нет. То есть, это было как предложение, да, скажем так, ну подход свой. От которого ты просто не мог отказать. Да, ну было настолько шикарное предложение, что я не смог удержаться, да, и отказаться, вот, ну поэтому согласился, но не факт, то есть, он предложил мне и условия другие, естественно, вот, условия, естественно, не по контракту, ну новая договоренность, по контракту только дополнение 40%, но я, зная этого человека, да, ну совсем немного, и привел меня тоже, как бы, человек, не, ну не просто, так скажем, с улицы, а человек, который я тоже уже знал, довольно-таки немало, и я ему доверял, как бы, ну, я согласился, на эти условия, по итогу еще 400 тысяч легло, миллион четыреста, то есть, по факту отдал я один миллион девятьсот шестьдесят с копейками тысяч на выхлопе она мне обошлась. За вот эту вот тачечку, да? За вот эту машину, да. Ну, ну, будем опираться на тот момент, как подорожали машины, и то, что, ну, это, ну, машина БУ стоит плюс-минус, да, там, в районе ляма, да, может, чуть больше, миллион сто, миллион двести. На момент выкупа, сколько у тебя была братишка пробега на ней? Сейчас. На момент? На тот момент. На тот момент, когда ты ее только брал, она была новая, либо скажем? 12 тысяч было пробега. 12 тысяч пробега, это, ну, отлично, ну, практически. И уже была, и уже стучала правая стойка стабилизатора, то есть, где-то что-то она уже была поймала, может, брак заводить. А ты не пробивал реальный пробег, или? Не, реальный пробег я нигде не пробивал, я ее переоформил, ну, этим не занимался вопросом. Смотри, ладно, хорошо, сейчас, на данный момент, на момент выкупа, когда ты вот, тот день наступил, когда ты ее выкупил, сколько у тебя там на спидометре было пробега? 200, ну, давай, округлим, 207, 265 тысяч, вот так вот. 265 тысяч. Шкода, свяжись со мной, это выглядит, как реклама, брат, я просто ездил на Volkswagen Polo, ребята, и мне интересно, я думаю, и вам будет интересно, как ходят эти машинки. Обслуживанием машины занимался... Да, остановимся на этом моменте, только вот ты мою мысль, ты прям ловишь ее, да. Обслуживание автомобиля за 265 тысяч, 4 стойки, блины, передние и задние, диски, диски, я их блинами называю, да, ну, по старинке. Так, ну, естественно, колодки, стерлись, поменял, стойки стабилизатора, естественно, стойки стабилизатора, хочу, я подметить, вот этот момент, они часто очень, ну, летят на вот этих машинах. Если, конечно, не берешь ТРВ, стойки стабилизатора, я, ну, брал на автото, стойки стабилизатора ТРВ. И они нормально ходят? Они ходят просто внимательно. Они стоят тысячу... Короче, тысяча с копейками. Тысячу триста с чем-то две. Посмотрите сами, если нужно. Пара, да. И все? Что и все? Масло? Ну, масло, ну, в общем, менял я каждые 10 тысяч, потом, ну, когда вот подорожали автомобили, подорожало масло, я начал менять каждые 15 тысяч, где-то, может, раз 5 я поменял, каждые 15-18 бывало. 20 тысяч я менял, вот, я менял 20 тысяч, позапрошлом году я ездил таксовать в Ялту. В Ялту таксовать? Один месяц я. Две недели я крутил чисто Ялта, ну, и прибрежные города, вот поселочки, да, курортные. И две недели я работал, я, Крым, аэропорт, аэропорт Адлер, вот. Ну, я накатался по серпантину, пока туда желания нет ездить. Да. Отлично, прекрасно, братишка. Машиной доволен, то есть вот эти все, что ты назвал? Да, доволен, давай немножко продолжу, значит, по ремонту, по ремонту, все, что я назвал, все расходники, то есть стойки 4, да, и ничего, то есть замена масла, все. Единственный был у меня момент, у меня полетел, его называют то ли кулачок, то ли, то ли, то ли, то ли, как его еще, подожди, называют, ну, дай бог памятник, короче. Сколько он стоит? Он стоит, он один полетел, замена мне обошлась в районе 7,5 тысяч. Понятно, ничего такого. В общем, да, но это дело менять надо было, потому что этот подшипничек, по которому бьет этот вал, да, он, ну, рассыпался, там, ну, маленький угольчатый подшипничек, он рассыпался, да, я не помню, как она называется, не будем это. Не столь важно, а по идее просто заменил передние стойки, задние стойки и тормоза полностью поднялся. Да, ну, блины эти. Отлично, братец, прекрасно, превосходно, замечательно. Сейчас, на момент, сколько у тебя сейчас пробега? 272 тысячи, 271 тысячи. Это ты сколько уже проехал? По времени? Да. Три года. Ну, три копеечка, вот в марте было три года ровно. Так что, ты считаешь, что выкупать автомобили, в принципе, реально и... Да, в принципе, реально выкупать автомобили, даже с такими нюансами, которые у меня, но возникали в выкупе. Ну, я хочу здесь тоже уточнить, да, вот момент, там, где я согласился, то есть были у меня, да, моменты, где я там, ну, мог где-то приболеть, еще что-то, дня по три, по четыре не плати, то есть мне шли навстречу здесь, ну, мы остановимся, да, немножко. Шли навстречу и говорили, что давай, хорошо, ты выздоровеешь, выйдешь, и тут... Ну, то есть не проблема была в машине, проблема была с твоим внутренним здоровьем. Да, да, да. То есть, ребята, подметьте, что случается, бывает, прибаливаешь, бывает, нужно как-то доходить в нормальные взаимоотношения, то есть, получается... Да, да, ну, вот этот хозяин, да, хозяин машины, он так и сказал, то есть, он ничего не скрывал, ну, дабы мне не обанкротиться, то есть, ребята, так и так, ну, пойдите мне навстречу, я вам, ну, тоже пойду навстречу. Ну, естественно, ситуация была у всех на тот момент нестандартная, так как, ну, произошли, да, ну, перемены, можно сказать, немножко даже глобальные перемены. Вот, ну, пожалуйста, я пошел навстречу, мне пошли навстречу, ну, факт в том, что машина отлетела, она моя, техпаспорт на мне, все на мне. Давай посмотрим, братишка, твои заработки, потому что всегда останавливаются и всегда хотят, чтобы мы пока показывали... Да, 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 заработки, так, пожалуй, на всю игру, этот ярко сделай, на всю братишку. Вот, все, так, сейчас отключу, я надеюсь, на GoPro, ребята, меня будет видно, потому что камера-то стоит, снимаю, да, все будет видно, давайте сам, посмотрим, да, я просто скажу. Так, я дополнительно потом подсниму на тот телефон. Так, активно соткать, у тебя рейтинг 4,97, пожалуйста. Платина на месте, и также у меня имеется покупка смены, сейчас она вот идет. Покупка смены, действительно, ты уже купил, и получается, мы записываем смену в ущерб твоей смены, получается, записываем. Да, да, это не стоит. Смотрите, давайте по заработкам, вот я прям по месяцам вам продемонстрирую, просто май, не будем включать, но уже 108 тысяч, получается. В апреле 213 тысяч, марта 203 тысячи рублей, февраль 232 тысячи рублей, январь 167 тысяч рублей. Здесь я в Самару гонял за 45 тысяч, то есть плюс-минус, да. Получается, примерно тот же, да. Да, и в этом месяце уже у меня был, ну, бывают, да, такие моменты в работе такси, да, когда стреляют заказы, где ты с пассажиром непосредственно, там, закрываешь заказ, он делает свои дела, вы с ним созваниваетесь и едете куда вам надо. Да, уже я съездил за 35 тысяч в одно место. Не так уж далеко. Ты берешь дальнички, не отказываешься от них, да, не смотришь на прогресс? Слушай, я вот тебе так скажу, когда вот я выкупал машину, я ее не жалел вообще, то есть я брал все, дальники, все, я брал все, где можно заработать деньги. Ну, потому что у меня стояла основная цель, выкупить машину. Сколько будет пробега, меня это вообще не интересовало. Меня интересовал только выкуп автомобиля. Чтобы он в конечном итоге был твой. Да, не важно, сколько там пробега будет, главное, чтобы он остался мой. Блин, круто на самом деле. Еще давай добавим сюда, она у тебя на бензине, на газу, на метане, на пропане, на чем вообще? Ну, давай пройдемся. Да, конечно, давай. Все, пойдем. Значит, ну, были, естественно, повреждения ДТП за все время, вот, три года работы. Сейчас, секундочку. За три года работы, кузовных работ я практически не делал на ней, было, ну, был один нюанс, я ремонтировался, ну, вот, ну, после того я ничего не делал. Стоит, значит, у меня здесь метан. Метан. Вот, да, метан, вот такая желтая, что-то шашечка у тебя брать. У нормального таксиста всегда должна быть шашка брать. Метан, да, ты его сам устанавливал или как? Нет, уже метан стоял, ну, метан мне остался, ну, сразу мне такие условия сказали, что метан останется тебе, все, то есть. Еще хочу, да, такой вот момент подметить. За время выкупа машины меня вообще не тревожили. Вот мне ее отдали, грубо говоря, как ты взял, да, в салоне через банк. Все. Ты плати и все. Если где-то у тебя есть задержки, бывало, когда-никогда, ну, может, раза три-четыре за все время мне позвонили, спросили, почему задержки. Я объяснил, либо здоровье, либо, ну, какие-то свои там семейные, несемейные. То есть, все, все вот так вот получилось, вот. Так вот, к метану. Сколько у тебя затрат в месяц примерно, вот при таких заработках выходит? Плюс-минус, в среднем? Брат, ну, в среднем, вот, мы возьмем, у всех блогеров смотрим, у кого есть метан, ну, в среднем пятихаточка. В день? В день. А рабочих смен? Рабочих смен, ну, смотри, по-разному, 25, 26, 24, то есть, выходные я делаю. То есть, допит, допит, мне недавно человек, на Гранте, понял, на Вашахте сказал, что 17 тысяч. Я же, я смотрел это видео, это, ну, что-то он, ну, говорит не то. Не то, да, до 15 тысяч примерно это расход на заправку, на ТОП. Да, да, 15 тысяч, вот, и кто, кто потерял этот номерочек, вот, можете обратиться, ну, какая-то машина спереди ехала от пола. По повреждениям, ты сам наносил на тачку или они у тебя были? Нет, смотри, вот этот повреждение, это, не знаю, наверное, моя скупость, то, что я не поставил камеру заднего вида. Вот, въехал я в столб, отвлекся в телефоне, занимался на тот момент, я перевозками на Донецк, отвлекся на пассажиров, и, ну, вот он результат. Столб мой. Отлично. Ничего, я думал, превосходно. Превосходно, замечательно. Так, вроде так пройдет. Так, вот, что тут, значит, по салону у нас? Ну, по салону сиденья... Поменяли батареечку, продолжаем, ребята. Так, продолжаем, значит, что у нас по чехлам? Чехлы стерлись, жопы, ну, я им туда скотч наклеил, пока пускай затирают скотч. Поменяем чехлы, закажем. Коврики. Если ты обратил внимание, какие у меня коврики стоят. Ну, да, они... Они все закрывают. Полностью. Сколько стоят такие примерно? Такие коврики стоят сейчас, их заказать за 6 тысяч, можно в Новосибе их, и затавливают, в Ростове не нашел. Все закрывают, вот, ну, почему такие коврики? Время на уборку, я пылесошу вообще раз в три месяца здесь. Эти коврики забирают все на себя. 6 тысяч рублей? Они все, да. Ладно, задние... Это именно под машину можно? Да, именно под любую машину. Вот, ты можешь передние. Давай на ту сторону зайдем. Давай, конечно. На мою покажем. Значит, у нас здесь по пластику, в принципе, все нормально. В принципе, не сильно затерт пластик. Да, а что ему затираться? Вот. Значит, ну, эти коврики, да, они вот хорошие. Прямо видишь, уходит туда, все, все закрывает. Вот, ребята, какой руль, в каком состоянии на 200 тысячах пробега? Вот как-то так выглядит салон. Да, он выглядит как новый, если руль поменять. Сейчас мы, значит, что мы делаем за 270 тысяч пробега? За 270 тысяч пробега мы, значит, меняем чехлы. Мы обобщем руль кожей. Это стоит, да? И делаем немножко кузовных работ здесь. А вот они, это тоже твои? Да, вот эта девушка въехала в меня, то есть, как бы вот... Получал страховой выплат? Ничего не получал, она на месте расплатилась. Сколько дала? Да, 150 тысяч. 150 тысяч за вот эту мяку? Ну, там не только, там и колесо было, и это повреждено. Тут фара вон, тут уголочек отбила, бампер она сорвала. И ты сразу загасил, этому типу, наверное, отдал, да? Вот. Ничего я не отдавал, эти деньги я взял, загасил сразу кредит. Кредит другой? Да. Нипа. То есть, тебя, получается, еще прихватить до 150 выиграл? Да, это все дело я воткнул на место, и мы поехали дальше. Все, работать сразу же там. Давай так, я сейчас чуть-чуть это все подытожу, потому что, в принципе, надо ехать уже работать, потому что у него смена активирована, а у меня промо-код, сука. Это работа не волч. Ну, так и... Давай, братец, так, вот что ты порекомендуешь пацану, который решил, не новичку, скажем, в такси, понял? Потому что нас будут смотреть пацаны, которые, скорее всего, работают, блядь, на аренде, понял? И, сука, хотят взять себе такую тачку. Мы здесь не будем никого рекламировать, ребята, не буду я называть, типа, там... Да, не будем называть. Не будем, правильно? Не будем. Или назовем? Не будем. Не будем. Не надо, да? Зачем? А что тебе? Ну, кто-то просил, нас не просили, мы не называем. Ну, мало ли, просто пацанам помочь. Ну, пацаны, если захотят... Пацаны, захотите, напишите Артуру, я ссылочку на его ВКонтакте оставлю. То есть, напишите, узнаете по личности, да, где он брал. Не, не, не. Не будешь? Не буду, не надо мне это, не надо. Все, ладно, хорошо. Не советую. Давай так, ладно, мы просто здесь на видео расскажем, какие ты советы дашь человеку, который идет, вот, решил выкупать, и что по совету, основные. Смотри, я... Давай так, ну, пускай это будет выглядеть не как совет, а так, как делал я. Значит, что делал я? Я взял машину, все, что я в нее вложил, это я купил чехлы, купил коврики. Ну, почему поменял коврики от родных? Чтобы меньше было мусора. И тонировка. То есть, грубо говоря, я в нее вложил сколько? Копейки. Копейки. Ну, по сути, там, 20 тысяч на свои... Плюс-минус, да. Плюс-минус на свои... Ну, и если взять все вот эти расходники на протяжении трех лет, это тоже как бы... Ну, это копейки, на самом деле. Это не ощущается. Значит, как я пришел, да? Вот давай вернемся немножко туда, мы... То есть, ты посоветуешь не влаживать большие деньги в эту машину? Не влаживать вообще деньги. Просто, насколько это возможно сэкономить расходы? Не надо вот эти все вам, вот эти все навороты, менять фары, ставить какие-то сигналы. Нет. Братик. Главное, главные упоры, главные мысли должны быть нацелены на оплату данного автомобиля. Вот. Это самое главное, что должно быть, на что нацелено. Все эти навороты вы можете сделать потом, когда уже в техпаспорте станет ваша фамилия, тогда вы можете уже заниматься тачкой, как вот я сейчас буду делать. Вот. Вернемся немножко обратно, как я пришел сюда. Значит, я сначала работал на зарплатном проекте неделю. Ну, почему я туда пошел, чтобы понять вообще, смогу ли я в городе с таким движением работать. Оценить. Оценить, да. Сколько тебе нужно было времени, чтобы въехать, что ты готов, в принципе, забрать этот знак? Две... Не, ну, именно тачку, смотри. Значит, я около двух недель, чуть больше недели, ну, отработал на зарплатном проекте, понял, что это тема, ну, там платят. То есть, то, что я могу, как бы, зарабатывать и сам. Я сел, ну, взял элементарно калькулятор и посчитал. Так, зарплатный проект, сколько я отдаю, сколько мне дают и сколько остается. Не, это меня не устраивает. Я нашел тачку под выкуп, взял тачку под выкуп, я покатался. Две... Два месяца я поездил под выкупом и мне предложили... Ой, под арендой, извиняюсь. Под арендой. И мне предложили взять под выкуп. То есть, 10 минут раздумия, калькулятор, опять же, в помощь. Я посчитал и принял решение, что я буду брать... То есть, техника такая, начинаешь, сначала садишься, пробуешь, идет, а в зависимости, год, допустим, лета, зима, есть разница? Слушай, нет, вообще никакой разницы. По херу, в принципе, можно зарабатывать? Ну, плюс-минус, ну, заработки, ну, сильно не скачут. Ну, как бы, ну, то есть, хватает этих заработков и зимой, и летом, чтобы, ну, заниматься всеми этими вопросами. Мы берем и в городе Ростове-на-Дону, правильно? Так, ребятушки, на этом мы завершаемся. Артуру огромное спасибо за то, что уделил время. Вы поставьте ему, мне лайкосик, потому что снимаем для вас, стараемся, уделяем время, как-никак. Правильно, братец? Конечно. Всем желаем ни гвоздя, ни жезла на дороге. Ну, и за то, что я, как самозанятый, перейду в парк Дэна. Почему? Потому что там ниже процент, чем налог, как прямой партнер. Именно к Дэну перейду, потому что именно у него налог там нормальный, адекватный, то есть, и все дела. Вот, это я от себя, он мне не говорил, говорю, сразу. Вот, ну, мы ж ты, ну, как, я просил, забери меня. Забери, я вот третий день прошу, забери, он не берет. Ну, я ему говорю, ты некогда, там не поднимается. Ну, да, именно меня не берет. Ладно. Ну, что, тогда я в твой парк. Давай, брат. Вернемся обратно. Да, ну, это моя просьба, попросил. Самый основной, но это один из основных моментов. Значит, когда я начал, да, плотно работать, я забил на физическое свое состояние, слово совсем. И я, ну, понимал, что если в таком темпе я буду работать и не буду уделять время своему здоровью, то есть, это питание, утренняя зарядка, ну, и маломайские отжимания, там, приседания по утрам, то у меня не будет столько энергии зарабатывать бабки и выкупать эту машину. Плюс тебя-то отвлекает, ну, спорт от всех злых, плохих мыслей. Что, ну, до чего я сейчас дошел, значит, по спорту. Давай, ну, я минутку покажу. Значит, что мы имеем у себя в арсенале? Мы умеем перчатки для турничка и брусья. Сколько раз потягиваешься? Сейчас, честно. Десяточка делаешь, да? Ну, это наручные. Времена 21, 22. И имею в своем арсенале еще два таких жгута. Вот. Это для турника, чтобы не рвать. Ну, сколько ты на турнике сделаешь подходов? 3-4 и устанешь. Ну, да. Я делаю чистыми два подхода, вешаю вот этот жгут. И он мне помогает еще сделать штук 5-6. Ты рекомендуешь ребятам всем, кто... Я рекомендую, да, Дэн. Всем, да ты сам занимаешься, ты знаешь, что такое взяться за физическое свое тело. Тем самым ты, ну, возьмешься и за свою голову. Я рекомендую всем, кто еще... Кто думает, либо думал, либо не задумывался. Не надо думать. Утром маломайскую зарядку каждый день. Тем самым вы себе поспособствуете дальнейшему прогрессу. Как на работе, так и в личной жизни. Так и... Ну, ты понял, да? Да, да, да. Ну, все. Так сильно не хлопает. Все, братцы, на этом мы завершаемся. Еще раз пожелать вам всего самого хорошего. Пацаны, ставьте цели и достигайте их, как это сделал Артур. Поставил, достиг, поставил, достиг. Есть новая цель? Просто вот так вот. Новая цель, ты знаешь, новая цель сейчас... Просто пожить. Пожить, поработать, заработать денежек, отдохнуть. Всем купить. Цели, братец, бывают разные. Сейчас цель провести время с семьей, с пользой, с радостью, с наслаждением и просто... Естественно, потому что трехлетний марафон, как ни крути, а это был трехлетний марафон. Ну, это все. Поэтому цель достигатор 100 достигла. Вам я желаю также достигать своих целей.